Гора Митридат Гора Митридат возвышается над Керчью и является символом города. Сегодня о ней рассказывают древнюю легенду. Считалось, что в далекие времена в Пантикопее, бывшей столице Босфорского царства, был царь, владевший таинственной травой, которая могла превращать любой предмет в золото. Эта история связана с сокровищами, скрытыми в Митридатской горе. Один из крымских ханов, желая отыскать средства для быстрого обогащения, приглашал к себе ученых, мудрецов и чернокнижников. Многие спешили предстать перед властелином, но никто из них не мог помочь своему повелителю. Нетерпеливый хан начал сердиться и отправлял в тюрьму всех, кто отнимал у него время. Год спустя хан объявил о своем желании лично пройтись по царству и ознакомиться с нуждами подданных. Хотя многие слуги пытались отговорить хана, он лишь улыбался и отвечал. Я хорошо знаю причину ваших слов. Вы думаете, что все, кроме вас, меня ненавидят? Я же хочу видеться с народом своим не как властелин, а как равный им бедняк. Сказав это, хан переоделся в платье дервиша и вышел из дворца. До поздней ночи он бродил по улицам великолепного, в то время старого Крыма, слушая разговоры стариков и юмышей. Почти все говорили о нем и о его желании обогатиться. Хан всех слушал и запоминал имена магов и мудрецов, которые могли бы исполнить его желание. Затем возвратился в свой дворец. На следующий день властитель лично посетил этих мудрецов, но только один ответил хану, что его цель может быть достигнута, если тот подчинится мудрецу и не будет ни о чем расспрашивать. Это был маг Кампуль Джинджи. Назначенный им час хан явился к Джинджи, и они тронулись в путь. — Куда мы едем? — спросил повелитель, когда они очутились в степи. — На восток твоего царства. Между тремя морями возвышается гора, внутри которой лежат несметные богатства. Об остальном не спрашивай, иначе мы не достигнем цели. Падишах вспомнил условия и молча погрузился в размышления. Два дня спустя они прибыли к горе Митридат. Джинджи слез с лошади и сказал хану следовать за ним. Он подошел к возвышенности и, преклонив колени, начал читать заклинания. Хан с трепетом слушал его, как вдруг раздался подземный удар, и в раступившейся горе показались громадные ворота. Джинджи подошел к ним, прочитал еще одно заклинание, и ворота открылись. — Султан, иди за мной, — сказал колдун, направляясь в мрачный коридор. Пройдя около пятидесяти шагов, они очутились в большой комнате, наполненный серебряными монетами. Затем вошли в другую, где лежали горы золотых слитков. В третьей комнате блистали крупные сапфиры, а в четвертой — алмазы. В последней комнате на высоком пьедестале стоял золотой гроб, в котором покоилась как живая молодая красивая женщина. Вокруг горело множество свечей. Хан, увидев эту красавицу, вскрикнул и начал молять Джинджи воскресить ее. — Если она очнется, — отвечал колдун, — то ты погибнешь первым, потому что владеешь царством ее отца. Все эти сокровища — ее собственность. Она приобрела их с помощью злых духов, которыми повелевала, как ты, своими слугами. — Но нам нужно поспешить, потому что, если царица проснется, нам не будет пощады. Сказав это, Джинджи бросился в один из углов, где стоял сундук. Хан видел, как тот вынул серебряную коробочку и быстро спрятал ее за пазуху. — Идем. Твое желание исполнено. Но Хан не сводил глаз с красавицы. — Пойдем же скорее, — завопил Джинджи. Я завладел тем, что ты хотел. Хан подошел ближе к волшебнице. — Султан, мы погибнем. Пожалей себя и свой народ. Я достал траву, от прикосновения которой все будет превращаться в золото. Теперь ты и твои наследники смогут все превращать в драгоценный металл. Но Хан ничего не слышал. Джинджи бросился к его ногам и начал умолять вспомнить обещание, но все было бесполезно. Вдруг вдалеке послышались гул и очаровательное пение женских голосов. Обезумевший от страха колдун схватил Хана за руку и хотел уже насильно повести за собой, как в этот момент проснулась царица и произнесла грозным голосом. Не смей приказывать своему владыке, жалкий вор. Сейчас же возврати мне то, что ты похитил, и беги вон из моего жилища. Я дарую тебе жизнь только за то, что ты сумел привезти ко мне этого падишаха. Не успела она произнести этих слов, как несчастный Джинджи очутился у подножья горы. Он снова услышал страшный скрип в ворот и увидел, как они скрылись под землей. С того времени никто так и не освободил несчастного Хана из подземелья. Он получил то, что хотел. Навеки упокоился среди сокровищ Митридатской горы. Митридатской горы.